Здравствуйте, в эфире программа «Спросим прямо». Сегодня будем говорить о проведении стартап-тура, который начнется в Улан-Удэ. Сегодня в студии у нас сразу несколько гостей. Это замминистра промышленности и торговли Кочетова Екатерина Николаевна и участники проекта – это Алдар Жаргалов и Борис Дармаев. Мы начнем беседу с Екатериной Николаевной. В феврале начнется, пожалуй, самое масштабное мероприятие России по поиску перспективных инноваторов. Расскажите, пожалуйста, о конкурсе, когда он откроется, когда начнется прием заявок, когда он окончится. Конкурс «Стартап-тур. Открытые инновации» является самым перспективным масштабным мероприятием России по поиску перспективных инновационных проектов. Проводится он при поддержке правительства Российской Федерации. Вообще «Стартап-тур» – данное мероприятие, такое событие, которое направлено на вовлечение исследователей в научно-техническую и инновационную деятельность с целью дальнейшей перспективы коммерциализации разработок. Вообще «Стартап-тур» в России проводится по разным городам уже с 2011 года. За время своего проведения «Стартап-тур» вырастил целое поколение бизнесменов нового формата. Уже около 40 тысяч человек приняло участие в образовательных программах и менторских сессиях. Около 13 тысяч уже подали заявки за эти годы по участию в конкурсе. То есть результаты есть, да? Результаты есть. В этом году «Стартап-тур» проводится в России в 10 городах, от Калининграда до Сахалина, в том числе город Улан-Удэ. Город Улан-Удэ является не просто девятым городом тура, это «Стартап-столица» 2018 года. Данный статус Улан-Удэ получил по данным онлайн-голосования в октябре прошлого года. То есть голосовали, да? Таким образом он вошел только в список. Понятно. Сколько по времени будет идти конкурс, как будут приниматься заявки, кто может стать участником? Конкурс будет проводиться в течение двух дней. Это 9-10 апреля 2018 года. Он будет проводиться в формате первого дня. Это обучающая программа, где инвесторы и эксперты будут показывать мастер-классы, рассказывать, как превратить идею в проект, где взять на это деньги, как построить внутренние взаимоотношения в команде. Также будут организованы мастер-классы в качестве бизнес-моделирования, как защитить свои разработки, защитить авторское право. Принять участие может любой желающий. Достаточно принять решение, если у вас есть идея, можно зарегистрироваться на сайте стартап-тура, пройти регистрацию и загрузить проект. Это бесплатная регистрация? Регистрация все бесплатная. У представителей республики, молодых, талантливых предпринимателей, ученых есть беспрецедентная возможность бесплатно поучаствовать во всем этом мероприятии, показать себя, получить обратную связь. Если просто у человека есть идея, и еще нет какого-то проекта, нет презентации, то также возможно поучаствовать в обучающей программе. Ему помогут уже со стороны, да? Да, ему помогут, ему его направят в нужном направлении. Вот по направлениям как раз, да, их несколько. Расскажите, пожалуйста, какие. Вообще вот в данном туре существует три трека. Первый трек — это информационные технологии, IT-технологии. Второй трек — это биомедицинские агропромышленные технологии. Третий трек — это индустриальные технологии. Предварительно до 26 марта участник должен подать заявку, зарегистрироваться, подать заявку. Если не хочется участвовать в конкурсе, то можно поучаствовать в менторской сессии. То есть послушать те проекты, которые прошли, конкурсный отбор, подчеркнуть для своего проекта то, что нужно вам, допустим, доработать, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов и своих потребителей конечного продукта. Формат обучения, грубо говоря, да? А кто приедет? Вот во сколько приедет? 40 специалистов, да? Известно. 40 специалистов непосредственно вот в этих трех треках, которые дадут обратную связь по презентуемым материалам. То есть это очень-очень важная составляющая — все-таки получить обратную связь от целых экспертов Сколково. Они могут не только научить, да, насколько я понимаю, но и тех, допустим, те участники, которые предприниматели уже, вы сказали, что могут быть любые предприниматели и только начинающие, они могут как бы привлечь, наверное, группу, которая заинтересуется их товаром, правильно я понимаю? Ну, вообще, что даст участие в данном туре, в данной конференции, в данном конкурсе? Ну, в первую очередь, это, конечно, привлечение внешних источников финансирования. На таких мероприятиях присутствуют инвесторы, бизнес-ангелы, представители венчурных фондов и других институтов развития. Соответственно, есть возможность по результатам этого стартап-тура привлечь какие-то грантовые деньги для реализации своего проекта, потому что зачастую победители или участники, которых заметили, очень существует такая позиция, что гранты потом им даются легче для привлечения. Да, вот здесь они могут также обучиться написать гранты, да? Гранты тоже сложно написать, грамотно распределить все средства, которые нужны. Ну, да, они обучаются, они обучаются презентовать кратко и информативно свой проект. Ну, второе, что немаловажно, это вообще информационное поле продвинуть свой проект. Да, данные все проекты, они публикуются в средствах массовой информации. И также вся информация отражается на информационных порталах организаторов этого конкурса. Ну, и третья составляющая, конечно же, это обратная связь. То есть вот этот вот формат проведения стартап-тура в формате менторской сессии, открытый микрофон, где прямая связь эксперт-ментор и стартапер дает положительный результат для того, чтобы уже доработать свою идею, либо проект, и, соответственно, его в дальнейшем монетизировать. А по окончании вот этого проекта, когда он уже доработает, то есть вот эти специалисты, они будут поддерживать какую-то связь, чтобы участник мог уже конечные продукции показать, вот оценить, все ли я правильно сделал, да? Да. Конечно, вот участие в данной конференции, в данном конкурсе дает возможность участникам стартап-тура раздать свои визитки, взять обратные контакты экспертов, подготовить соответствующие вопросы по своей сфере деятельности, ну и, соответственно, получить такие квалифицированные ответные реакции. Ну, чтобы пройти этот отбор, как нужно представить, как нужно сделать свою презентацию, чтобы на нее обратили внимание? Ну, как мы все знаем, что презентация — это визитная карточка бизнеса. Она должна быть близка к профессиональной, это должен быть соответствующий дизайн, крупный шрифт, яркие, вполне читаемые символы. Она должна быть показывать кратко описание технологии и коммерческую привлекательность проекта. Важно в этой презентации не запутать комиссию, а заинтересовать. А имеет ли значение для выхода в финал, для победы, на какой стадии находится вот этот вот проект? То есть он уже завершен или он еще в разработке? Ну, вот вы вначале сказали, что если только в мыслях он есть, да? Да, ну, не секрет. Я сейчас про финал говорю, да? Да, не секрет, что специалистам, экспертам Сколковым можно представлять, как от идеи до конечного продукта, но более подготовленная презентация, более подготовленный доклад, конечно, вызовет большую заинтересованность. Кто не ошибается, все ошибаются. Самое главное, что вы изобрели по результатам этого проекта не просто продукт, а тот продукт, который, в принципе, нужен для потребления. Вы уже успели ознакомиться с этими проектами, которые предоставлены? Что можете сказать? Ну, в течение двух недель я наблюдала за акселератом «Республика», наблюдала за проектами, наблюдала за молодыми талантливыми предпринимателями. Да, есть очень интересные проекты, которые прямо хочется приземлить и прямо реализовывать. Сегодня возьми и пойди с ним в массовое производство и в реализацию. Акселерат «Республика» дает возможность со стороны посмотреть, допустим, научному сотруднику на свою коммерческую составляющую. Специалисты Акселератора «Республики» направляют и подготавливают именно к такой бизнес-составляющей, чтобы люди изучили спрос, допустим, своего продукта, изучили какие-то бизнес-модели, как продвинуть свой товар, кому он нужен. Актуальность. Актуальность продукции. А если со стороны финансирования посмотреть, каким образом оказывается господдержка для таких инноваторов, инновационных проектов? По линии Минпромторга данная поддержка имеет отдельное направление по инновационному предпринимательству. У нас существуют грантовые конкурсы, он называется «Лучший инновационный проект», где можно получить грант до 10 миллионов рублей на одного получателя на развитие и на продвижение своего инновационного продукта. Отдушительная сумма. По итогам 2017 года такую поддержку получили 4 инновационных компании. В этом году данный конкурс мы планируем во втором полугодии. И по данным вот этого стартап-тура, более упакованные проекты имеют очень большую возможность получить такую грантовую поддержку от Республики Бурятия на развитие инновационных компаний. Так вот, вы сказали, два дня будет идти конкурс, правильно? Чего все-таки ждать по итогам этого стартап-тура в Улан-Удэ? То есть каких-то новых, может быть, выявят новых каких-то инноваторов, да? Вы уже сказали, что можно привлечь внимание со стороны специалистов западных. И что еще? По итогам этого стартап-тура, конечно, мы стараемся в дальнейшем в Республике Бурятия создавать благоприятные условия все-таки для развития научно-технического инновационного потенциала молодых талантливых предпринимателей, авторов инновационных проектов. Также нам нужно понимать, что нам нужно поддерживать такие сообщества, создавать и продолжать все-таки вот такие вот акселерационные программы, которые взращивают наших инноваторов, приводят их к какой-то бизнес-идеям, монетизации этих проектов. Ну и, конечно, по результатам данного конкурса мы думаем, что все участники продолжат работу со своими проектами, введут в разработку новые какие-то продукты, продукцию, услуги. Ну и, соответственно, выйдут не только на региональный российский рынок, но и на международный. Спасибо большое, Екатерина Николаевна. Ну, я думаю, настало самое время поговорить непосредственно с участниками проекта. Давайте, Алдар, начнем с вас, да? Вы изготавливаете по новейшей технологии, ну, по финской технологии, но все же она отличается от нее, изготавливаете строительные материалы. Ну, у нас есть сюжет. Давайте для начала ознакомимся с сюжетом, посмотрим, в чем фишка вашего проекта, и продолжим разговор. Бетонный раствор по транспортеру поступает в бункер загрузки формовочной машины. Вибропресс уже дозировано заполняет бетонную матрицу. На выходе получается строительный материал нового поколения – пеноблок. Этот вид с реамиет ряд преимуществ, начиная от стоимости и заканчивая сроками строительства. Данный материал позволяет строить как жилые, так и промышленные здания. При этом мы повышаем энергоэффективность здания. Если сравнить с деревом, мы почти в два раза строим более теплую стену. Она при этом остается очень прочной, сейсмостойкой. Темпы строительства очень высокие. То есть за короткий срок, фактически за один строительный период, мы говорим о том, что можем дом построить, завершить его отделку, и к концу строительного сезона, если это жилое здание, люди могут поселиться и жить уже в готовом здании. Кроме всего прочего, пеноблоки пожаробезопасны. Первый клиент этой фирмы – Погорелец. К выбору материала своего уже нового дома он подходил с особой осторожностью. Наши заказчики уделяли тоже особое внимание на пожаробезопасность. Потому что это стоит сейчас, наверное, одно из первых. Потому что у нас, если посмотреть сводки, то очень много горит частного сектора, коттеджей и так далее. Пожаробезопасность нашего термоблока достигается за счет того, что у нас пенополистирол, запрессованный внутри, получается, двух бетонных оболочек, доступа к которому никакого нет. Пеноблоки изготавливаются из бетона на гранитном отсеве и пенополистирола. Благодаря этому составу летом в таком доме не жарко, а зимой тепло сохраняется гораздо дольше. Алдар, ну вот мы видим, что у вас уже есть заказы. Какие у вас ожидания от этого стартап-тура, от этого конкурса? Ну, начнем с того, что при разработке оборудования под эту технологию, то есть занимаясь, начинали мы с производства шлакоблоков в далеком 2006 году, в течение восьми лет, занимаясь производством этого материала, мы разработали три вида вибропрессов. То есть оборудование, на котором мы производили, это наши собственные разработки. Занимаясь производством, изучали рынок, тенденции, какие-то новые веяния. Спрос даже, как говорили. Спрос, да. Так как инженерная мысль строительная, она не стоит на месте, постоянно появляются какие-то новые технологии, новые совершенно строительные материалы с такими невероятными характеристиками, которые позволяют экономить как на усилиях, так и во времени. Поэтому мы наткнулись на технологию, долго переваривали ее, то есть осваивали, то есть в течение года производилась разработка, не окра какой-то. В течение года это воплощалось, то есть выпустили материал. Наш материал позволяет заменить несколько этапов в традиционной стройке, если мы говорим о малоэтажном строительстве. То есть все традиционные материалы у нас в Сибири, по крайней мере, брус, кирпич, ну и популярны сейчас пена, газобетоны, которые требуют утепления, дополнительной отделки. Наша же компания предлагает некий продукт, готовый элемент стены. То есть блоки несъемной опалубки из бетона и эффективный утеплитель посередине. То есть эта технология позволяет сократить сроки возведения, минимизировать затраты на отделку. На этапе возведения стен мы закладываем все инженерные коммуникации. То есть за один строительный сезон мы можем построить здание, там какой-то дом, коттедж и отделать его в этот же строительный сезон. И к концу сезона, осенью, семья или организация может уже обжить это здание. То есть именно экономические показатели по скорости, по эксплуатации. Дом получится очень теплый, для сравнения с деревом он в два раза теплее. Позволит дальнейшая эксплуатация этого здания будет переносить экономию. То есть сейчас в условиях энергетической проблемы экономические выгоды. А вот об этой разработке знают еще где-то, кроме нашего города? Ну где-то соседние города, может регионы соседние были? Да, то есть заявки уже поступают из Иркутской области. Недавно мы были в Новосибирской области. Там проводилась крупнейшая выставка в Восточной Сибири. То есть там есть определенный интерес. Поэтому целью визита, посещения, участия в акселерационной программе это вот как раз полученный опыт нами, да, именно разработки, в производстве этого материала масштабировать. То есть привлечь каких-то инвесторов, может быть, каких-то партнеров соседних регионов. Так как применение этого материала, по нашему взгляду, уместно для большей части России. Ну вот для специалистов Сколково вы этот же проект будете? Конечно. И как там, вот коротко и кратко вы собираетесь заявить о себе? Ну, презентация, структура презентации. То есть мы, во-первых, рассказываем, то есть какая-то существует проблема. Предлагаем, как ее решить. Считаем, показываем рынок вероятного сбыта. Либо это региональный рынок, либо рынок вообще всей России. Либо же это страны СНГ, ближайшие зарубежья. То есть все это мы просчитываем. Для этого есть всякие методики различные. С нами наши трекеры, наши наставники работают. То есть мы в этом направлении. То есть ради этого, для методологической основы, то есть понимания всех этих процессов... Это даст нам какой-то толчок. И вот как раз следующий вопрос. Как вы видите дальше, вот закончится этот проект, да? Закончится ваша учеба, вот акселератор Республика. Как дальше вы видите свое будущее? Над чем-то уже какие-то, может быть, новые идеи у вас появились? Конечно, идей уже много. Во-первых, сама среда, то есть погружение в эту программу. Вот сидит мой коллега Борис Дармаев. Он представит свой проект. У нас уже между участниками уже какие-то взаимосвязи появляются. То есть у нас какие-то совместные проекты появляются, потому что мы, грубо говоря, говорим на одном языке. Видите друг друга уже, кто какие-то преимущества. Да, то есть на одной частоте, поэтому вот у нас появляются такие вот идеи, и это дорогого стоит. Мы, Борис, так плавно перешли к вашему проекту. Ну, заранее мы с вами уже встречались. Давайте расскажем зрителям о вашем беспилотнике, какие преимущества у него есть, и продолжим. Еще один участник акселерационной программы «Республика» – вот этот беспилотный летательный аппарат. Сейчас он весит 7 килограммов, но разработчики хотят сделать его еще легче. Летать такой аппарат сможет на расстоянии 100 километров. Видите, вот он уже отрываться начинает, и у него там получается есть так называемое рыскание порядка двух с половиной метров. Принцип работы, как у квадрокоптера. По словам проектировщиков, главной функцией беспилотника будет мониторинг лесополосы. Если возникнет пожар, сигнал с аппарата тут же поступит диспетчеру. Ну, может участвовать в поисково-спасательных операциях. Допустим, потерялся человек в лесу, его подняли, поставили на него тепловизионную камеру, совершили облет. Радиусом также, опять-таки, 50 километров. Если обнаруживаются источники тепла, соответственно, сообщается на землю уже спасателям, и которые исследуют зону обнаружения данного источника тепла. Также можно его использовать для мониторинга состояния линий электропередач. Также можно применять его для картографирования местности. Вода охрана может для препятствования браконьерствованию. Летательный аппарат Борис Дармаев разрабатывает вместе со студентами авиационного техникума. В команде есть и девушка. Она не хуже парней, знает каждую деталь беспилотника. Взлетает за счет четырех электродвигателей и карбоновых винтов 18 дюймов, которые мы заказывали через Москву. Для них мы изготавливали моторамы. Они будут сниматься, они взаимозаменяемы. В мозге находятся фюзеляжи, здесь же находится GPS-навигатор, полетный контроллер, который координирует все части самолета, как горизонтального и вертикального оперения. Планируется, что сама камера будет прикреплена в нижней части корабля. Задать нужный вектор, направление или, например, узнать процент зарядки, можно будет с помощью специальной программы. Изначально полетный контроллер подключается к компьютеру, проводится его прошивка, затем уже устанавливается на летательный аппарат, и потом уже можно его через телеметрический, через блок передачи данных, подключиться уже по радиоканалу, получить с него информацию, где он на данный момент находится, и провести уже дальнейшую калибровку как GPS-датчика, так и акселерометра, так и гироскопа, так и датчика воздушной скорости. На изготовление аппарата ушло около 250 тысяч рублей, в основном на электронику. Разработчики получили эти деньги в качестве спонсорской помощи от Улан-Удэнского авиазавода. Сейчас модель бесплотника готовится к испытаниям. Вот так, может быть, начнем тогда с предыстории, да, с чего все начиналось, как такой проект родился, сколько лет вы его разрабатывали и совместно с кем все это? Ну, вообще, я в авиации работаю уже 11 лет, а конкретно над этим проектом начали работать мы в 2016 году. Ну, все началось с такого банального вопроса. Анатолий Кушнарев, который приехал к нам и спросил, «Ребята, вы можете спроектировать летательный аппарат, который будет мониторить территорию в радиусе 50 километров и при этом еще передавать картинку в режиме реального времени?» Ну, мы сказали, давайте попробуем, мы подумаем, значит, в 2016 году идея у нас появилась, начали над ней работать, ну, сначала где-то в порядке, может быть, хобби шло, инициативные разработки. И в 2017 году уже мы получили поддержку авиационного завода на развитие вот этого проекта, приобрели комплектующие и собрали такой первый прототип, на котором мы отработали технологию изготовления. Ну, также в 2017 году ребята с бизнес-инкубатора предложили нам поучаствовать в акселерационной программе, сказали, будет крутой проект, который позволит нам выйти на новый уровень, позволит нам самим образование какое-то получить именно в бизнес-проектах. Мы заинтересовались, сказали, да, давайте попробуем это сделать. И уже в ходе обучения, когда с нами работали ребята из Самары, Yellow Rockets, это очень такие крутые бизнес-тренеры, которые нереально перестраивают мировоззрение, можно так сказать даже, и начинается уже понимание формироваться, как необходимо реализовать проект, каким образом добиться его успеха, какие при этом можно применить инструменты, ну, и, соответственно, дальше уже привлечь инвестора, заинтересовать уже вкладчиков и получить прибыль по выходу. Ну, вот сейчас вы участвуете, да, в акселераторе Республика. Какие-то уже изменения внесли в этот проект? У вас же не закончен, что-то, может, перекроили уже? Да, то есть мы уже довольно-таки значительные изменения внесли. С 16-го года много воды утекло, и аналогичные нашим проектам уже начали появляться. Ну, так как, видимо, приходится усовершенствовать, да? Да, приходится усовершенствовать, чтобы не отставать от течения времени. В связи с этим мы решили применить уже модульную конструкцию, когда из одних и тех же комплектующих можно собрать несколько типов летательных аппаратов. У нас в данном случае это квадрокоптер для решения определенных задач, когда радиус действия ограничен небольшим периметром и требуется вертикальный взлет. Также это вариант, значит, это самолета, который позволяет наибольшую территорию покрыть для мониторинга ситуаций. И крайний вариант — это самолет вертикального взлета, то есть когда необходимо в труднодоступных местах совершить взлет без взлетно-посадочной полосы, провести мониторинг и вернуться и в том же режиме совершить посадку. То есть специалистам Сколкова будете объяснять, от квадрокоптера существенно отличается тем, что он может разные формы принимать, да? Да, потому что существующий летательный аппарат и те же самые квадрокоптер, они решают только определенную свою задачу. И уже с квадрокоптера получить самолет довольно-таки трудно или, можно сказать, даже нереально. А наш проект предусматривает такую возможность, если клиент купил сначала модель конфигурации квадрокоптера, затем ему необходимо уже получить самолетный тип летательный аппарат, приобретает дополнительные комплектующие, присоединяет их самостоятельно, при этом не внося каких-то изменений в конструкцию, и в итоге получает уже совершенно другой летательный аппарат с более широкими функциями и задачами, которые он может решить. А во сколько он обойдется? Примерная стоимость его какая будет? Ну, на данный момент у нас себестоимость именно технологическая, производство это уже порядка 250 тысяч, и планируем на рыночную цену выйти в районе 400-600 тысяч за 70 модулей полезной нагрузки, которые будут использоваться на летательном аппарате. Мы уже как бы планируем и немножко в другую сферу идти, в ту же самую альтернативную энергетику. Вот вы сказали, что был вектор задан, когда Кушнарев вас спросил, были ли еще какой-то спрос, может быть, вот опять же вы общаетесь между собой на площадке, вы поняли, может быть, еще какой-то спрос есть на другие разработки. Это, к примеру, что, вы говорите, есть? Ну, допустим, вот тоже такая же ситуация, когда мы разговаривали с районными представителями нашими, они говорят, у нас есть проблема такая, то, что необходимо обеспечить энергией удаленной, как бы заимки, поселки, то есть выселки, можно так сказать, свет туда провести. Ну, так как проводить линию электропередач довольно-таки дорогостоящая, мы спросили, так сказать, продумать над проектами создание такого автономного источника энергии. Минимализировать. Да, минимализировать такие затраты. Ну, сейчас вот мы над этим проектом работаем. То есть, можно сказать, что это вот ваше, в будущем это ваш новый проект, да? Да, можно и так сказать. Ну, я желаю вам удачи, так или иначе, победить в конкурсе, либо привлечь каких-то инвесторов. В любом случае, это большая удача участвовать в таком конкурсе. Я еще раз напомню, у нас в гостях была заместитель министра промышленности и торговли Кочетова Екатерина Николаевна и участники стартап-тура, это Алдар Жаргалов и Борис Дармаев. На этом программа закончена. До свидания.